Ответы есть. Во-первых, нет понимания цены и ценности продукта. Из-за этого происходит некий раздрая в семейной паре, в семейном бизнесе. И в итоге структура не растет, нет понимания ценности предложения стать партнерами компании. Да, нет доверия к компании. Да, и все это нам мешает строить наш семейный бизнес. Но в то же время, я вот смотрите, сколько раз сказал уже семейный бизнес. Это неспроста. Мы очень часто слышим, что компания APL это семейный бизнес. Это одна большая семья. Правильно или нет? И, конечно же, охота сейчас, чтобы вы подняли руки те, кто искренне желал, чтобы рядом сейчас с вами была вторая половинка, родственники, знакомые именно по другу. Но почему-то их нету. Да, но почему-то их нету. Смотрите, как много рук в зале. Дети. Вы даже оглянитесь еще раз, поднимите руки и посмотрите вокруг себя. И задумайтесь, почему так происходит. Ну, во-первых, конечно же, с одной стороны, это корнями будет глубоко, далеко, да. Но на все есть ответ. И мы сегодня с вами разберемся. Мы с вами сейчас увидели, что у нас есть два противоположных мнения. С одной стороны, нету поддержки. С другой стороны, компания APL семейный бизнес. Мы разберемся, кто прав, кто виноват, а кто, ну, там и не здесь, что называется. И обзаведемся конкретными инструментами к применению. Конкретные инструменты, которые позволят, во-первых, сплотить вас со второй половинкой, сплотить вас с родственниками и, конечно же, вместе двигаться к совместным целям. И достичь любых результатов компании APL. Здравствуйте! Нас зовут Екатерина Каргановой. Мы выбираемся корпоративными территориями компании APL. И у нас совместный семейный бизнес. Семейный контракт. И у нас достаточно большая структура. Помашите, ребят, с нашей структурой. Здесь у нас группа поддержки. Спасибо. И мы достаточно часто слышим в своей структуре такие проблемы и пытаемся их разрешать. И сегодня с вами поделимся практикой. Часто ко мне обращаются девушки, женщины, которые, ну, не могут в силу каких-то обстоятельств разрешить проблему. Они говорят, ну, почему у одних мужчина, муж, любимый человек активный, энергичный, хочет от жизни чего-то, двигается, достигает этого. А у меня приходится работа. Ну, максимум 10 минут с ребятками, с детишками поиграет, пока я, а мы ужин готовы. Пак поужинает. А потом диван, пульт и телевизор. Или еще. Уедет на полгода в командировку. Я его не вижу. Зашиваюсь детишками, как белка в колесе дома. Он приезжает, я ему говорю, идем, сходим на семинар вместе. Потрясающие мероприятия, такие будут люди. У меня подруги идут, их мужья идут. А он говорит, а че я там не слышал? Или я, он окру их, увидеть страну, посмотреть, напомниться. А че я там не видел? Ну, ведь я же хочу, как раньше, чтобы бабочки в животе, чтобы он понимал меня, чтобы было о чем поговорить с ним. Чтобы не в молчании проводить вечера или когда едем в машине куда-то, в другую, даже в другой город или в другую страну. Чтобы общие интересы были, общие цели. В человечестве охотно. Я вообще не понимаю ее претензий. Что ей от меня нужно? Почему она постоянно пилит меня? Я с утра до ночи работаю, тружусь, зарабатываю копеечку, чтобы моя семья могла что-то покушать. А она, видите ли, предъявляет мне претензии, что я лишний час с ней не могу поговорить по телефону. А она, видите ли, постоянно то я не то сказал, то я не то одел, то друзья у меня не такие и так далее и тому подобное. Я очень много работаю. И когда я прихожу домой, я хочу сесть на диван, отдохнуть и посмотреть свой любимый телевизор с бутылочкой чего-то. И тут опять претензии. Я не занимаюсь семьей, у меня нет времени на детей, почему-то я опять что-то не то сказал. А тут она еще придумала какой-то бизнес с конфетками. Без ненеш-меншек. Еще ей 150 тысяч рублей надо. Она когда-нибудь зарабатывала такие деньги, я не понимаю ее. Наверняка у многих проскользнуло чувство дожавю, вы встречали подобные ситуации в структуре, может быть даже на личном примере. И что же делать? Ответ. С одной стороны прост, но с другой стороны сложен применением. Простом, как Екатерина сказала, именно с точки зрения применения. Вы сегодня поймете, почему это просто. А почему это сложно? А сложно это для того, чтобы принять сложно. Принять. Осознать. Осознать. И мы, наверное, начинаем. И, конечно же, посмотрите, пожалуйста, на экран и поднимите руки, кто читал потрясающую книгу Джоан Грея «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Поднимите, пожалуйста, окупи. Кто не читал, пожалуйста, запишите у себя в блокноте, потому что это важно для понимания истинной сути мужчины. Что по природе они другие. Что невозможно требовать от мужчины того, чтобы прийти им внутри. И когда ты это понимаешь, то тогда происходит сдвиг с мертвой точки. Мы не просто так остановились на предыдущей книге. Она как некий ключик, как инструмент поможет вам разобраться в том, что мужчина и женщина, они разные люди. У каждого свое «я». Сегодня нам уже о том, что на первом месте должно быть, мы сами для себя рассказали с одной стороны. И вы должны уяснить, раз мы говорим именно о семейном бизнесе, о семейном контракте, что у нас все равно остается каждый год. Катерина – я, Кирилл – тоже я. Это очень важно. И мужчина по природе своей, он, если смотреть в древность, скажем, да, он для чего, в кавычках, курсотник? Для того, чтобы накормить семью. Правильно? Или нет? Правильно. Правильно. Затем, для того, чтобы обеспечить жилищем семью. Правильно? Да. Правильно или нет? Да. Правильно. И чтобы максимальную безопасность обеспечить в своей семье. Да. Правильно? Да. Отлично. И сегодня, я понимаю, что на дворе 21 век, и многое изменилось. Но фундамент, вот этот фундамент, роль мужчины, он остался и останется навсегда. А что же женщины? Есть потрясающее английское выражение. Men build houses, women build homes. Мужчины строят дома, а женщины строят очаг. И задача наполнять изнутри, создавать уют, вдохновлять, мотивировать, поддерживать. Но опять-таки, в реалиях 21 века женщины наши и в горящую избу, и поняну скаку остановят. И происходит немножко замена ролей. Замена даже где-то понять. Мужчины в юбках, в кавычках, становятся. Женщины в сапогах, скажем так. Мы не говорим, что нужно сейчас обратно все поменять, и женщину загнать домой, и на замок закрыть. Стоксы бывают абсолютно разные. И нужно отталкиваться от своей ситуации, и слушать свое сердце, свое предназначение. И вы, наверное, сейчас немой вопрос себе задаете. А что же, собственно, делать с этим? И на самом деле, сегодня с первого выступления мы уже слышали. Начните с себя. Self-determination. С себя начните. Расставьте приоритеты. Поставьте себя на первое место. Это не говорит об эгоизме. Это не значит, что поправьте корону, и никого не смотрите, да, никто, кто вокруг. А именно, чтобы вы были самому себе интересны. Чтобы, находясь в тишине самому с собой, вам было в кайф. Вы могли дарить эту информацию окружению. И когда вы любите себя, то и окружение будет вас тоже любить. Обратите внимание, что все достаточно просто. И все ответы летают в блокад. И не просто так наше сегодняшнее выступление тоже пересекается с выступлением предыдущего спикера. Что первый – это я. Обязательно нужно полюбить себя. А вот дальше давайте разберемся, когда мы говорим о семейном бизнесе. Что же идет дальше? Когда мы говорим о семейном бизнесе, то на втором месте нужно разделять и любимую половинку мужа, и работу. Мы не можем отделить это. Но как происходит в нашей семье? Когда я уезжаю в командировку, на второе место у меня выходит работа. И я стараюсь на 100% выложиться. В это время Кирилл остается дома с детьми, и он выкладывается там. Но когда я возвращаюсь в командировку, а Кирилл улетает в Москву по делам, на мероприятия, то у него на втором месте выходит работа, а у меня на втором месте выходит семья. И обратите внимание, что когда мы говорим о семейном бизнесе, второе и третье место, оно должно как в синергии, как наш продукт, как у Молизесей, усиливать друг друга. Иначе ни в личной жизни, ни в бизнесе, семейного бизнеса вы делать не сможете. Да, это непросто, это достаточно тяжело. Это подтвердит даже Сергей Сергеевич, наш президент, который работает с супругой, с мамой, семейный бизнес. Также и каждый человек, кто делает этот бизнес совместно. Это достаточно тяжело, но в этом свои плюсы. И плюсов много, и их сегодня мы с вами обязательно рассмотрим. Это был первый инструмент, а второй... Но у нас еще есть дальше, получается, после семейного бизнеса. После семейного бизнеса, поэтому мы на этом останавливаться не будем, идем дальше. Следующий инструмент. Следующий инструмент, сейчас тоже советую взять вам ручки, блокноты, потому что этот инструмент поможет вам укрепить ваши отношения. И назвали мы его «Вспомнить все». Если предыдущий инструмент, в первую очередь, вам необходимо было сделать индивидуально, каждому в отдельности разобраться с собой, то этот инструмент вам необходимо делать вдвоем. Сразу после приезда формы, давайте мы с вами договоримся, у кого есть такие проблемы в семье, вы это сделаете. Даже если он или она не в бизнесе вместе с вами, пока не в бизнесе с компанией APL. Что вам нужно сделать? Вам необходимо уединиться, полностью отключиться от внешнего мира, чтобы гаджеты вам не мешали с супругом, чтобы дети тоже не отвлекали. Часа два хотя бы времени на это выделите, чтобы соседка не просила слои вынести и так далее. Сядьте за стол, за стол переговоров, возьмите по листу бумаги, возьмите по одной ручке каждому, и каково будет задание. Супруга должна написать 30 положительных качеств в адрес супруга, мужчина должен 30 положительных качеств в адрес своей женщины. Пишите искренне, не меньше 30, за что вы когда-то его полюбили, за что вы его цените, уважаете и доверяете. После этого сразу же, без всяких гаджетов, еще раз, отвлечений и так далее, зачитайте эти 30 положительных качеств в слух, в своей второй половинке. Но не просто перечислить, а обосновав каждый пункт, за что вы его любите, за что вы его уважаете, за что вы его когда-то полюбили и сегодня цените. И тогда, что это вам даст? Ваша вторая половинка будет конкретно понимать, какие ему необходимо или ей совершать действия, чтобы радовать вас, чтобы соответствовать вам, скажем, чтобы у вас было все прекрасно. Просто, но тяжело. Я очень рекомендую вам делать это упражнение раз в полгода, чтобы не вспомнить, что было 10 лет назад. Это первый раз вы садитесь, а потом в течение полгода вы начнете выполнять, применяя другие инструменты, и когда вы будете садиться, вам будет о чем поговорить и за что друг друга поблагодарить. После этих двух инструментов я хочу подчеркнуть в очередной раз, что команда, как бы это сейчас не прозвучало эгоистично из моих уст, это не одно целое. Это команда. Это лучше, чем одно целое. Команда, она что делает? Она учитывает потребности каждого. Она советуется, она садится за стол переговором, она планирует, о чем мы сейчас поговорим. И поэтому семья – это команда. А одно целое – я сам себе одно целое, Катерина тоже самое себе одно целое. Но вместе мы команда. И именно поэтому третий инструмент будет связан с целями и планированием. Опять-таки, вы садитесь вместе и составляете планы на год, на пять и на десять лет. Многие могут девушке сейчас сказать, ну какое разве это женское дело планировать на так долго, на десять лет? Это же так сложно. Это мужчины пусть планируют. Но вы должны знать, куда движется ваша команда. Потому что именно вам предпринимать эти шаги совместно с мужем, чтобы достигать этих целей. Многие коучи учат нас, что мы должны каждый для себя составлять цели, как по личной жизни, так и по бизнесу. Так? Наверняка слышали. Напишите сто желаний, там, двести пятьдесят... До тысячи доходят иногда. А кто-нибудь со второй половинкой обсуждал это? Хочет ли он жить на берегу моря? Нет. Нравятся ли ему ваши планы? А многие мешают ли ваши планы достижению цели его? Или наоборот? Задумывались когда-то над этим? Отлично. Я дома задумывалась. И вам очень важно составить и личные планы цели. Но после этого, мы уже поняли, что мы должны садиться на стол переговоров. После этого мы должны вместе сесть за стол и составить совместные планы. И где-то что-то подвинуться и методом опять-таки синергии усилить достижение поставленной цели. И тогда, наверняка, как в одной песенке, да? Мы достигнем всего, что хотим. И в личной жизни. И в бизнесе компании EPL. Но главное, чтобы это не было так. Мы подумали, а я решила, приняла решение и пошла достигать своих целей. И знаете, когда очевидно, что цель недостижима, не изменяйте ей. Меняйте курсы. Обсудите это. Договоритесь. Тогда вот точно всего достигнете. Ну, вот Катерина сказала, я подумала и решила, что-то такого не произошло. В следующий момент мы с вами разобрались с трех инструментов, которые позволят разобраться себе, которые позволят сделать сильнейшую команду, семейную команду, которая позволит вам спланировать дальнейший ваш рост как в бизнесе, так и в семейном плане. И это очень простой инструмент применения. Но, что же дальше? А дальше нам нужно научиться договариваться с мужчиной. С чего мы сегодня, собственно, и начали. Примерно так же договоренность у нас обычно происходит в компании EPL. И что было? Да, была манипуляция. Я докажу, я сделаю, я достигну. И сразу вспоминаю, мужчина по природе воин. Даже если у него по астрологии солнце, флагом, что-то, 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 он все равно воин внутри. Может быть, он кайфует от того, что он находится дома, занимается хозяйством, но он воин. Нужно уважать то, что ему нравится. Нужно любить за то, что он делает. Но не забывайте, что вы команда. В общем, немножко девушки, даже тут, наверное, сильно вам советовать очень тяжело. Вы знаете, как с другой стороны подойти к мужу. Не вот так вот, дорогой надо, немножко по-другому. Мягко, женственно, с любовью, но без манипуляций. Через поддержку, где-то через взаимопонимание. Мужчина хочет сделать так, чтобы у вас стол был самый лучший. Мужчина хочет, чтобы вы жили в отличном доме. Мужчина хочет, чтобы вы безопасно жили. Так дайте ему эту возможность. Покажите, кем он станет, когда он будет вместе с вами в одной команде. Покажите эту цель уже в реальности, что она уже достигла. Что? Каким он стал? Как он изменился? Как вместе вы будете кайфовать от результата? Несомненно, каждый, кто будет применять этот инструмент, практически на 100%, скажем, на 99% достигнет желаемого. Но я сейчас попрошу Катю прикрыть глазки, докрыть ушки, чтобы ничего не слышала. Да, вдвое не слышит. Кто говорит, тихо, я вам не говорю, я вам не говорю. Ладно. Есть еще один вариант, в общем, договориться. он на слайде. В результате положение добавляется лучше и эффективнее. нет. Мы здесь, наверное, не будем останавливаться, сидим на этом моменте, рассказывать вам, ну, не знаю, вроде как бизнес-форум. Да, как говорится, да, хоть боком, хоть рядом, хоть боком, хоть задом, главное, рядом. В общем, вы поняли. Второй вариант из тройной шветочки. Первый не получился, второй. Но, в любом случае, кто не читал книжку «Пять языков любви», прочитайте ее, узнайте, что нравится вашей второй половине, какой у него язык любви, что больше, от чего он получает удовольствие. Это может быть, конечно же, да, если бы с братьями, сестрами, узнайте свой язык любви и озвучьте это. Кто-то любит, когда его трогают, кто-то любит, когда его словами хвалят, кто-то любит, что его признают. Ладно, что я начал пересказывать книгу. Не буду этого делать. Запишите «Пять языков любви» Гарри Чентон, очень полезная книжка, которая поможет вам еще больше приблизиться к своей второй половине и научить пигатную договаривать. Давайте посмотрим на неоспоримые плюсы семейного бизнеса в компании APL. И первым пунктом идет, как бы это ни звучало, это совместное путешествие. Да, однозначно. Кто-либо путешествует? Не слышу? Я! Отлично. И наша компания перекрывает эту потребность. И мы ближайшее путешествие наше планируем куда? Турция. Куда-куда? Турция. А что будет в Турции? От Джелу Сизонс. От Джелу Сизонс. И мы вас призываем взять свою вторую половинку. Вот те, кто поднимал здесь руку сегодня, что хотели бы сделать все возможное и невозможное, чтобы на Джелу Сизонс ваша вторая половина была вместе с вами. И я вам гарантирую, что она или он увидит многое и станет вашим самым верным и ближайшим соратником. Следующее это обучение и рост. Согласитесь, когда вы растете вместе, вам всегда есть о чем поговорить. Вы всегда друг другу интересны. А когда один любит читать, любит обучаться, любит есть, а другой нет, о чем разговаривать? Тишина, дыра происходит в отношении с вами. Совершенно верно. Следующий пункт это радость за успех. Когда Катерина достигает какого-то результата, поставленной цели, я радуюсь как ребенок, честно. И это меня мотивирует. Радость за успех делает очень много и позволит вам преодолеть любые преграды. И хочу добавить, что когда вы достигаете какую-то цель совместно, обязательно отметьте это как-то, запечатлите, запишите это, чтобы не было такого всегда достигаем, достигаем, достигаем. Оградите себя. Да. Какой-то подарок себе. С одной стороны радость за успех, а с другой стороны есть некая фиаско, есть кризис, так называемый. То есть вы чего-то хотели достичь, но почему-то сейчас у вас не получилось. И вы пришли к некому кризису. А кризис это что такое в переводе на русский? Правильно, это возможность. А новые возможности вам дают новый опыт. А новый опыт открывает новые вершины. Поэтому воспринимайте все кризисы, если она не у вас есть, как новый опыт, как новая возможность к вершине вашего успеха. и всегда видишь, где, с кем твоя вторая половинка, потому что у нас огромное количество чатов, у нас большое количество прямых трансляций. Лишний раз на сей не спотпишешься, если голосовая. Нет, не правда. Тем не менее, это тоже плюс. Плюс, согласитесь, да, твоя вторая половинка доведет. Все правильно. И, конечно же, яркие краски в супружеской жизни. Это то, чего многим супружеским парам после нескольких лет совместной жизни не хватает. Так? Многие жалуются, да, пропала какая-то искра, не хватает эмоций. Наша компания делает все для того, чтобы ваша жизнь окрасилась во все цвета рамки, чтобы вы каждый день получали удовольствие от жизни. Яркие краски в семейной жизни это, наверное, наряду с путешествиями для меня один из важнейших моментов. И, конечно же, это, следующий пункт, это поддержка окружающей. Да, Катя? Да, вот я сейчас смотрю на зал, и я понимаю, какую поддержку мощную мы получаем. Когда мы встречаемся все вместе, я знаю, что наша семья, она огромная, и все, все люди здесь искренне тебе радуются, поддерживают и вдохновляют. Очень часто мне хватает искренней поддержки в семье и в простой жизни, даже в бизнесе, даже в работе. Здесь этого много, так? Да! Перспектива развития, следующий пункт, это, скажем так, замыкающий пункт, но не менее важный. Мы уже с Катериной сказали, что мужчина воин, и мужчине необходимо видеть завтра, счастливое завтра, быть уверенным в том, что он сможет принести вкусный хлеб, что он сможет поехать на Джо Сьюзнс. Мы же сможем поехать на Джо Сьюзнс? Мы сможем это сделать. И так далее. И перспектива развития завтрашний день и успех и сегодня, и завтра, и всегда в компании ИПЛ есть. А давайте же сейчас поднимутся. Убедимся, правда ли мы говорим, нужна ли эта тема, вообще актуальна ли, и убедимся, сколько семейных пар у нас в компании ИПЛ. Ставьте, пожалуйста, те люди, кто приехали семейной парой сюда, пожалуйста, семейные контракты, и посмотрите вокруг, семейные контракты, поаплодируйте друг другу. Поаплодируйте органы. Рокче, рокче, это я подпрашиваю сегодняшний день. Дальше. Семейный бизнес в нашем случае начинается с самой главной семейной пары Сергея Сергеевича Куликова и Ольги Владимировны Куликовой. Правильно? Еще одно и оно делает все, чтобы отличиться, в которой есть земля, поддержка, взаимопонимание, любовь, чтобы это было и в компании между партнерами. Именно для этого делаются такие душесчипательные, такие эмоциональные события, мероприятия, как это было в Доминикане, когда у нас огромное количество семейных пар еще раз произнесло клятву верности. И давайте сейчас следующий шаг сделаем. Заранее приносим свои извинения, если чье-то имя сейчас не прозвучит, потому что нас очень много. И посмотрим, кто же, начиная с топовых лидеров, делает этот бизнес с семьей. И вы нам помогайте. И первыми семья Бертрампа аплодируем. Прошу вас подняться. История нас нужна. Просто история подняться. А первыми медицинами старыми медицинами. Спасибо. Спасибо. Игорь Гришко. Игорь Гришко. Господи. Игорь Гришко. Игорь Гришко. Игорь Гришко. Игорь Гришко. Супруга сегодня Медов. Матрик Евгения. Он всегда насляет. Он всегда поддерживает. Он всегда ведет паспу к твоим любимым супругам. Наша взаменитая пара из республики Бочкор-Костан национальный директор компании Игорь Гришко. Игорь Гришко. Игорь Гришко. Игорь Гришко. Данил, пожалуйста, за чемнее. Данил, пожалуйста, за чемнее. Своего вы делаете и все по-другому. Еще, давайте еще поводить, чтобы вы видели все. Нина Семеновна, я знаю, что ваш штыл защищает вас дома, но вы благодаря этому становитесь все сильнее. Пожалуйста. Ставьте еще все семейные пары, все семейные пары, кто делает это не вы делаете этот бизнес семьей. Довольно еще вам не пропустить, забыть, что только семейные пары, он не окон. А сейчас не садитесь, не садитесь, не садитесь, не садитесь, не садитесь. вы делаете бизнес с семьей с женской с сестрами, с братьями, с тетями, с племянницами. Вставайте, у кого здесь в семье ЭПИАН есть родственники. Я говорю, вам все будет сына. Всем, 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 не садитесь, не садитесь, не садитесь. А теперь просим подняться всю большую семью ЭПИАН! Мы хотим сфотографироваться с совсем большой семьей ЭПИАН! Сделаем это!